Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео Самая важная часть пищи для здоровья и долголетия Продлите себе жизнь как минимум на 15-20% И это не игра слов Итак, видео будет короткое, но очень информативное и ценное для сохранения здоровья и жизни И да, эта пища, вернее ее часть, позволит гарантированно на 100% прожить гораздо дольше и быть здоровее Это некрасивые слова и название видео для увеличения просмотров это истина Почему? Есть доказательства научные и медицинские А это, дорогие друзья, растительная клетчатка Или растительные волокна, которые бывают растворимые и нерастворимые, ферментируемые и неферментируемые бактериями Нашими симбиотическими кишечными бактериями Да, клетчатка как бы не несет пищевой ценности А что же тогда? Она просто улучшает работу ЖКТ? Именно так думали ученые и врачи раньше Но не все так просто В последнее время растет число научных доказательств, медицинских доказательств Что потребление клетчатки снижает риски смерти от сердечно-сосудистых болезней В первую очередь от инфаркта инсульта и от любых видов рака В первую очередь от различных видов рака ЖКТ И продлевает тем самым в том числе жизнь Исследований было много Ссылки на очень крупные научные исследования я оставлю вам под этим видео Приведу в пример очень крупное исследование, в котором участвовало более 15 тысяч человек с разных стран мира Разных профессий, разных возрастных групп Средний возраст был 62 года Людей разбили на группы по потреблению Первая потребляла от 9 грамм клетчатки в день А последняя 29 грамм в день В течение 17 лет за ними наблюдали, следили, измеряли, контролировали Учитывали все поправки, все нюансы жизни человека Чем же завершилось это исследование? Выяснилось, соотношение рисков таково Те, кто больше всего потреблял из всех групп растительной клетчатки Имели внимание не на 1, не на 2, не на 5%, что было бы очень хорошо А на 29%, то есть практически на треть, меньше смертей от всех видов болезней Ну и там есть разбивка по раку, сердечно-сосудистым, а в среднем на 29% меньше Что это означает? Это означает то, что есть 100% доказательство жизненной необходимости, а не просто пользы потребления клетчатки А также это означает то, что поставлена точка в вере, именно в вере некоторых умников Что такая диета под названием карнивор, где сырое мясо едят ненормальные, решив, что они потомки неандертальцев, которые ели мамонтов Так вот, эта диета аномальная В ней гарантия рака, по многим причинам, близка к 100% Вопрос только нескольких лет Впрочем, это тема отдельных видео Да, клетчатка это регуляция всех обменных процессов в нашем организме Это нормальная работа кишечника, но не только по перистатике А по обеспечению ее родной микрофлоры и ферментной системы питания клеток стенок самого же кишечника Как работает клетчатка? Механизм действий Какая она бывает вообще? И главное, из чего ее получать, потреблять? Проще говоря, что надо есть? Первое, ферментируемая клетчатка То есть та клетчатка, которая может ферментироваться, перерабатываться Кем? Нашей кишечной микрофлорой Что это такое? Это пектины, инулин Это такой полисахарид, который состоит из мономера фруктозы И бета-глюканы Все это пища для наших кишечных бактерий, но не только Здесь на одно из первых мест я бы хотел поставить овес Но я, дорогие товарищи, вас прошу посмотреть о нем мое видео Потому что пояснять сейчас это долго, видео затянется А посмотреть очень важно Вы многое поймете, в том числе, как правильно приготовить овес И какой именно овес для этого правильно брать Так вот, бактерии перерабатывают клетчатку И на выходе, в результате их метаболизма Мы, наш организм, получаем огромное количество витаминов, жирных кислот и прочих нутриентов Но внимание, клетчатка должна быть в основном Хотя существует много видов клетчатки, как вы понимаете И часть ее может усвоиться даже в вареном виде Но только живая растительная клетчатка позволяет вырабатывать, синтезировать очень ценные многие витамины и другие нутриенты Что касается пектина Ну, как вы знаете, из яблок, например, получают пектины Слив, в общем, из многих фруктов Инулин – это аналог крахмала Только крахмал – это полимер, состоящий из мономеров глюкозы А инулин – из мономеров фруктозы Ну, например, одно из самых высоких содержаний его в топинамбуре – инулина Из него даже добывают инулин Ну, или батат, например А вот бета-глюкана как раз больше всего вовсе Кстати, мы производим уникальный бета-глюкан Он до определенного времени даже в Германию экспортировался, потому что он лучше немецкого Он получается из пророщенных зерен овса Бета-глюкан – это уникальное вещество, которое обладает очень сильными, в том числе, противораковыми, противовоспалительными свойствами Ссылку на лучший бета-глюкан, вот чтобы его приобрести, кто захочет, оставлю вам под этим видео по ссылкам Вторая категория – это не ферментируемая клетчатка И здесь самое главное, конечно, ту, которую можно просто посоветовать, чтобы разную мишуру отбросить, лишнее не говорить Это псиллиум О нем у меня было видео, потому сейчас я говорить о нем не буду подробно Скажу лишь, что это шелуха семян поддорожника И вы должны знать, что этот тип клетчатки не кормит нашу кишечную микрофлору Но он очень важен для нормализации стула и как мощнейший сорбент, а еще противовоспалительное средство И потреблять его я очень советую, очень Ссылку на лучший псиллиум, самый чистый и безопасный И на видео про псиллиум я тоже оставлю вам под этим видео Ну и, наконец, клетчатка есть нерастворимая и растворимая Нерастворимая это целлюлоза Ну, скажем, это оболочки зерновых или их по-другому называют отруби И вот раньше говорили, что отруби есть Это лучше, чем ничего, конечно, можно есть Но это не самый ценный, как вы теперь понимаете, я надеюсь, вид клетчатки Хотя вполне может иметь место, да Но только как дополнительное Хотя зачем, если есть псиллиум и если есть очень важные ферментируемые виды клетчатки Что касается продуктов, которые содержат растворимую, в том числе ферментируемую растворимую клетчатку Это, конечно, в первую очередь не сладкие ягоды Конечно, фрукты тоже многие содержат, но там уже очень много сахаров И в этом их минус А вот ягоды, особенно лесные Ну, например, такие, как черника, голубика, клюква, морожка, брусника Вот они обладают очень многими ценными, целебными, я бы даже сказал, свойствами В том числе они рекордсмены по содержанию у них самой полезной клетчатки Ну, кроме бета-глюкана Здесь рекордсмен, конечно, овес И, пожалуй, ягоды, конечно, черноплодная рябина, эрга Вот те самые, которые мало содержат сахаров И очень много содержат разной клетчатки В том числе рекордсмены по пектину, по инулину То их рекомендовать, конечно, можно И чем ягода менее сладкая, тем лучше И, пожалуй, это исключение из сладкого Все равно ягоды многие сладкие, как вы понимаете Вот это очень хорошее и полезное исключение Конечно же, клетчатка содержится в грибах Рекордсмен клетчатки Самый полезный – это фукус Но только не сушеный, а удобоваримый Который производится по специальной технологии Вакуумной СО2-экстракции И находится, хранится в специальных банках В гелеобразном виде Ссылку на этот фукус, а также на видео Самое главное о нем Я оставлю вам тоже под этим видео Сколько потреблять клетчатки в день Ну, в идеале, конечно, хотя это зависит от массы тела От других показателей Но помните, главное, среднее такое правило 20 грамм на 1000 килокалорий съеденной пищи в день Съедаете вы 2000 килокалорий 40 грамм? Ну, разумеется, больше можно Вреда не будет А меньше – просто результат будет не такой существенный, как мог бы быть Итак, дам несколько еще советов Добавляйте в правильно приготовленную овсяную кашу из цельного голозерного овса Бета-глюкан То есть готовый продукт Как приготовить? Я объяснял в своем видео про овес Обязательно его посмотрите, ссылку оставлю А вот потом туда просто добавляйте бета-глюкан Уже его не кипятите, не варите Ни в коем случае он разрушается при термообработке И ешьте эту вкусную и очень полезную кашу Причем там термическая обработка минимальна Там весь вопрос в том, как это делается Ну, посмотрите Помните, что основа здоровья – это здоровый кишечник То есть отсутствие дисбактериозных различных состояний Сибра, то есть синдром избыточного бактериального роста То есть синдрома дырявого кишечника Но сейчас у 99, наверное, процентов людей есть эти состояния Так вот, чтобы все это убрать Решить проблемы со здоровьем кишечника А значит со здоровьем организма Для этого надо посмотреть несколько моих очень важных видео на эту тему И вы поймете, как это все сделать То есть поймете причины И что делать нужно, чтобы убрать, устранить эти проблемы Ссылки под видео я вам оставлю Скажу лишь в завершении вот что Какие бы проблемы с кишечником не были Как бы вы не убили, уничтожили свою кишечную микрофлору Например, антибиотиками там и так далее Есть такие, а это еще старая советская разработка Пропионовые симбиотические бактерии ИВИТО Ссылку на страничку, чтобы вы прочесть могли Я вам оставлю про них Ну и, конечно, гель-сорбент, который создали ученые Новосибирского академгородка Гель-сорбент с хитозаном, который является мощнейшим сорбентом Наверное, номер один И пищей для симбиотических кишечных бактерий Потребляя эти продукты совместно, ну в течение дня Любой человек, какие бы многолетние проблемы с кишечником у него не были, наладят эти проблемы Кстати, это еще и прекрасная комбинация против любых отравлений и последствий этих отравлений В общем, все то, о чем я вам говорил То, на что я вам давал советы Все это я оставлю вам по ссылкам под этим видео Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще две минуты Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал На нашем сайте надгард.ру И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира Смотрите Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких Заходите на мой сайт надгард.ру Посмотрите хотя бы два раздела Отзывы и новинки Ну а потом то, что вы захотите Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары Вы можете заказать на нашем сайте И мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира От Казахстана до Великобритании От Кореи до США Все это налажено Обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата Поэтому заходите, посмотрите Ну и заказывайте, кто посчитает это нужным Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке С молотой на каменных жерновах Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики «Ответы на вопросы» и всяких видеоразборов Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам Там есть то, что я не публикую на этом главном канале Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам Смотрите об этом, вот это важное видео Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой Чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более Измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете На радон, радиацию, электромагнитное излучение На отсутствие опухолей Вот раздел про приборы-тестеры И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки В том числе на мои соцсети Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб Мало ли что с Ютубом будет И там есть также ссылка на индивидуальные консультации Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok